Глава пятнадцатая. Несчастье или препятствие? На следующий день, 22 марта, в 6 часов утра, мы начали готовиться в обратный путь. Было темно и очень холодно. На небе ярко блистали звезды. В зените сверкал южный крест, полярная звезда Антарктики. Термометр показывал 12 градусов ниже нуля. Временами дул холодный ветер. На море стало больше льдин. На поверхности воды виднелись черноватые пятна. Признак, что скоро все затянется молодым льдом. Очевидно, бассейн Южного полюса, замерзающий на 6 зимних месяцев, был в это время недоступен. Что же будет с китами зимой? Вероятно, они пробираются подо льдами в другие моря. Что касается тюленей и моржей, то они привыкли жить в холодном и суровом климате и оставались здесь, на ледяном побережье. Эти животные проделывают дыры отдушины в ледяных полях и заботятся о том, чтобы они не замерзали. В эти дыры они высовывают головы и дышат. Когда птиц спугнет холод и они улетят на север, тюлени и моржи остаются единственными хозяевами полярного континента. Наутилус начал медленно погружаться. На глубине тысячи футов он пошел прямо на север со скоростью 15 миль в час. К вечеру он уже плыл под сплошными льдами. Иллюминаторы в салоне были задвинуты из предосторожности. Корпус Наутилуса мог неожиданно наткнуться на случайную плавучую льдину. И тогда пришлось бы плохо. Так что я провел целый день, переписывая начисто свои заметки. Итак, мы достигли Южного полюса. Сколько чудесно смотрелся я за эти пять месяцев. Мы прошли 14 тысяч лье. И что это было за путешествие? Я вспоминала охоту на острове Криспо, остановку в проливе Тороса, коралловое кладбище, ловлю жемчуга на Цейлоне, Аравийский тоннель, Санторинские огни, золотые запасы бухты Виго, Атлантиду, Южный полюс. Эти воспоминания всю ночь не давали мне спокойно заснуть. В три часа утра меня разбудил сильнейший толчок. Кругом было темно. Я приподнялся на постели и стал прислушиваться, как вдруг меня сбросило с кровати на пол. Очевидно, Наутилус натолкнулся на что-то. Я поднялся и, держась за стенки, кое-как добрался до салона. Вся мебель здесь была опрокинута. К счастью, стеклянные шкафы и витрины с редкостями остались на месте, потому что были прочно прикреплены к полу. Картины, висевшие по правому борту, сместились и плотно прилегали к стенке, а картины по левому борту отходили от стены на целый фут. Следовательно, Наутилус лежал неподвижно на правом борту. Я слышал торопливые шаги и чьи-то голоса. Капитан Немо не показывался. В ту минуту, как я выходил из салона, пришли Нэтленд и Консейль. — Что случилось? — спросил я. — Я, с позволения их чести, пришел спросить об этом, — сказал Консейль. — Я хорошо знаю, что случилось, — закричал Нэтленд. Наутилус наткнулся на айсберг, и я полагаю, что теперь ваш капитан Немо так легко не выкарабкается из беды, как в Торесовом проливе. — Он, по крайней мере, всплыл на поверхность? — спросил я. — Мы не знаем, — ответил Консейль. — Можно узнать, — сказал я. Я посмотрел на манометр. К великому моему изумлению он показывал глубину 360 метров. — Что это значит? — вскрикнул я. — Надо бы спросить капитана Немо, — сказал Консейль. — Да где его взять, вашего капитана Немо, — ответил Нэтленд. — Он, словно, сквозь землю провалился. — Пойдем его искать, — сказал я. — Мы вышли из салона. В библиотеке ни души, на трапе ни души, на вахте никого. — Верно, капитан Немо в кабине рулевого, — сказал я. — Надо подождать. Мы вернулись в салон. Я не буду перечислять все упреки и придирки, которые Нэтленд адресовал капитану Немо. Я дал ему полную свободу выкричиться, излить свое плохое настроение и не прерывал его ни единым словом. Наконец он умолк. Минут двадцать мы сидели тихо, прислушиваясь к малейшему шуму. Вдруг вошел капитан Немо. Нас он словно не заметил. Его лицо всегда такое бесстрастное. Выражало теперь некоторое беспокойство. Капитан внимательно посмотрел на компас, на манометр и отыскал на карте какую-то точку. Я не хотел ему мешать и молчал. Но когда он, по-видимому, собирался уйти, я спросил его. — Препятствие, капитан? — Нет, Аронакс, на этот раз несчастный случай, — ответил капитан Немо. — Тяжелый? — Возможно. — Опасность неминуема? — Нет еще. — Наутилус сел на мель? — Да. — И это произошло вследствие чего? — Нет беспечности или неопытности человека. А от каприза природы, Аронакс. Людские законы можно отвергать, можно им не повиноваться. Но против законов природы не пойдешь. Нашел время для высказывания философских мыслей, — подумал я. — Это не ответ. — Можете вы мне сказать, если так, что за причина? Перед нами перевернулась огромная льдина, профессор. Вы, вероятно, знаете, что вода мало-помалу подмывает основные основания ледяных гор. И они опрокидываются, так как у них меняется центр тяжести. Это и случилось. Ледяная глыба перевернулась и толкнула Наутилус, который плыл под водой. Затем она очутилась ниже, скользнула под его корпус, приподняла и подкинула его выше, где он и засел, накренившись. Нельзя ли как-нибудь освободить Наутилус, выкачать воду из резервуаров? Я уже распорядился. Слышите, как действуют насосы? Посмотрите на манометр. Мы поднимаемся. Но ледяная глыба поднимается вместе с Наутилусом. И до тех пор, пока что-нибудь ее не остановит, положение наше не улучшится. Действительно, Наутилус поднимался с креном на правый борт. Без сомнения, он выровняется, если ледяная глыба остановится. Но если она будет подниматься с нами до самых сплошных льдов, тогда нас сплющит между двумя ледяными поверхностями. Признаюсь, было о чем задуматься. Капитан Немо часто поглядывал на манометр. Мы всплывали, сохраняя угол наклона и поднялись уже футов на полтораста. Вдруг мы почувствовали легкое сотрясение корпуса. Очевидно, Наутилус стал выпрямляться. Картины на стенах приняли нормальное положение. Затаив дыхание, мы молча наблюдали, как выравниваются пол и стены. Прошло 10 минут. — Наконец мы стали прямо! — воскликнул я. — Да, — сказал капитан Немо и пошел к двери. — А мы всплываем, капитан? — Конечно, Аронакс. Когда выкачают воду из резервуаров, мы поднимемся на поверхность. Капитан ушел. Вскоре по его распоряжению Наутилус сбавил ход, чтобы не удариться о нижнюю часть торосов. — Выскочили, — сказал канадец. — Да, — отвечал я, — нас могло сплющить между льдами. Или, по крайней мере, мы рисковали очутиться в ледяной тюрьме. И тогда без воздуха. — Да, мы отделались благополучно. — Если только отделались, — ворчливо сказал Нэтленд. Я не хотел вступать в бесполезный спор и ничего ему не ответил. К тому же в эту самую минуту открылись иллюминаторы, и ослепительный свет снаружи ворвался в салон. Мы плыли между сверкающими ледяными стенами. Громадная подводная поверхность сплошных льдов расстилалась над нами, как гигантский потолок. А снизу под нами зацепилась за боковые стенки перевернувшаяся ледяная глыба. Но у тела сшел по настоящему ледяному тоннелю около 20 метров шириной в спокойной воде. Льды переливались и сверкали в электрическом свете, как алмазы, сапфиры и изумруды. Это был ослепительный рудник различных самоцветов. — Ах, какая красота! — говорил Канцель. — Ах, как прекрасно! — Да, Канцель, прекрасное зрелище! — отвечал я. — Ведь прекрасно, Нед? — Разумеется, прекрасно! — с гневом отвечал канадец. — Я ничего такого отроду не видывал. — Да за это зрелище мы можем дорого поплатиться. — Знаете что, господин Аронакс, не следовало нам всего этого видеть. Если Господь запрещает что-то показывать, так на то не следует глядеть. Я хотел ему ответить, но Канцель мне помешал. Парень вдруг вскрикнул, и я невольно обернулся. — Что с тобой, Канцель? — спросил я. — Пусть их честь закроет глаза! — вскрикнул Канцель. — Пусть их честь не смотрят! — Канцель кричал, закрыв себе лицо руками. — Что с тобой, Канцель? — Я не вижу, я ослеп. — Я невольно посмотрела в иллюминатор, но невыносимый блеск тотчас же заставил меня зажмуриться. Я понял, в чем дело. Но утилус прибавил скорость и шел теперь чрезвычайно быстро. Стены, до сих пор сверкавшие ровным ярким светом, вдруг превратились в огненные полосы, и мы мчались, словно обвитые молниями. — Иллюминаторы закрылись, но мы еще долго стояли, закрыв глаза руками. — Ну, — сказал Канцель, оправившись, — я бы этому не поверил. — А я и сейчас не верю, — ответил Нэтленд. — После того, как мы вернемся домой на твердую землю, после зрелищ таких чудес природы, — добавил Канцель, так уж там, ничему не будем удивляться. Теперь твердая обитаемая земля нам нипочем. Эти слова достаточно показывали, до какой степени был возбужден невозмутимый фламандец. Но Нэтленд тотчас же постарался окатить нас холодной водой. — Обитаемая земля, — сказал он. — Будьте уверены, приятель, нам на обитаемой земле уже не бывать. Было пять часов утра. Вдруг опять толчок. Я догадался, что нос наутиловался, натолкнулся на льды. — Наверное, капитан поворачивает в сторону, — сказал я. — Возможно, тоннель в этом месте отклоняется в сторону. — Во всяком случае, мы пройдем, — но, вопреки моему ожиданию, наутилус дал задний ход. — Мы назад идем? — спросил Канцель. — Да, — ответил я. — Назад. В этом месте, видимо, нет выхода из тоннеля. — Что ж тогда делать, если нет выхода и... — Мы повернем назад и выйдем через южный выход. Вот и все. Я, говоря это, вовсе не был спокоен, но постарался принять вид человека, уверенного в успехе. Но наутилус все шел назад. — Вот и задержка, — сказал Нэтленд. — Не беда, — отвечал я ему. — Два-три лишних часа промедлим и выберемся. — Да, если только выберемся, — сказал канадец. Несколько минут я ходил зад и вперед, из салона в библиотеку и обратно. Нэтленд и Канцель сидели молча. Наконец я сел на диван, взял книгу и начал ее машинально пробегать глазами. Через четверть часа Канцель подошел ко мне и спросил, — Что их честь изволит читать? Очень это интересно. — Очень интересно, — Канцель, — отвечал я. — Еще бы! Их честь изволит читать книгу их же чести. — Свою книгу? — Разве? Действительно, я держал в руках свое собственное произведение «Тайны морских глубин». Я отбросил книгу и снова стал расхаживать по комнате. Нэтленд и Канцель встали, собираясь уйти. — Останьтесь, друзья, — сказал я. Лучше сидеть вместе, пока не выберемся из этого тупика. — Как угодно будет их чести, — ответил Канцель. Прошло несколько часов. Я часто смотрел на приборы, развешанные по стенам. Манометр показывал, что наутилус держится на глубине 300 метров. Компас указывал, что он направляется к югу, а лак — что он идет со скоростью 20 миль в час. В таком узком пространстве и такая скорость. Капитан Немо понимал, что надо спешить, и что каждая минута дорога. В 25 минут 9-го опять толчок. На этот раз удар пришелся по корме. Я побледнел. Нэтленд и Канцель подошли ко мне. Я схватил Канцеля за руку. Мы молча переглянулись, словно задавая друг другу вопросы, на которые у нас не было ответа. В эту минуту появился капитан. Я кинулся к нему и спросил. — Дорога к югу тоже заграждена? — Да, заграждена. Ледяная глыба, перевернувшись, заградила последний выход. — Мы, значит, заперты в этом тоннеле? — Заперты.